МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 ноября. Думская ТВ работает в прямом эфире. Информационные итоги среды подведут наши корреспонденты в студии Алла Есина. Здравствуйте! Обстоятельства смерти военнослужащего Владимира Коломаза, который скончался в Одесском военном госпитале от многочисленных травм, расследует прокуратура области. Об этом Думской ТВ сообщили в пресс-службе воздушного командования ЮГ. Ранее предполагалось, что расследовать резонансное дело будет военная прокуратура. Однако в целях объективности за дело взялось областное ведомство. По словам представителей военного командования, на данном этапе следствием рассматриваются несколько версий. Обрабатываются всевозможные версии. Там действительно была версия о причинении телесных повреждений где-то за пределами части. Точно так же версия о том, что это могло случиться в пределах части. Ну и, естественно, там идет вопрос свидетелей, служащих, командиров, все, кто обладает какой-то информацией. Напомню, 13 ноября был сильно избит Владимир Коломас, который проходил службу в одной из воинских частей Одессы. Спустя две недели солдат скончался в военном госпитале от полученных травм. В селе Крыжановка Одесской области убита 78-летняя женщина. Суд медэксперты обнаружили на теле погибшей синяки, кровоизлияние и несколько переломов. Подозреваемого задержали спустя двое суток после совершения преступления. Убийцей оказался 25-летний мужчина. Установлено, что данное преступление совершил мужчина, уроженец Чеченской республики, который находился на территории Украины на нелегальном положении. В настоящее время указанный преступник задержан в порядке ст. 208 ВПК. В содеянном мужчина уже признался. По словам злоумышленника, раньше у этой женщины он снимал жилье. Но после того, как некоторое время не проживал на жилплощади, решил вернуть денежную разницу за аренду. На почве этого между ними завязалась ссора. Она мне говорит, ничего я тебе не должна, а там начала. Я говорю, ну как, я объяснил, что сколько не дожил, там, я говорю, хоть 200-300 гривен отдайте и все. Она, нет, ну его играть, там, не кричать, матюкаться на меня. Ну я ей взял, просто секунду рот прикрыл рукой, чтобы она не кричала, успокоилась. Она еще с ней начала. Скандал в Шабо. На 11 гектарах земли выкорчеваны виноградники. Арендатор Кристоф Лакарен обвиняет местных жителей в самоуправстве. Те не отрицают. Говорят, прошлись трактором по своей собственной земле. В конфликте разбиралась Алия Замчинская. Трактор, который оставил этот след, уничтожил больше 10 гектаров виноградника. Чтобы вырастить вот такой вот виноград, нужно 10-15 лет. Ведь растениям, которые росли здесь, было больше полувека. Кристоф Лакарен арендует в Шабо около 130 гектаров виноградников. То, что произошло на этом участке, француз называет варварством. У Лакарена небольшая винодельня. По его словам, все напитки он делает по старинной технологии. Никакой химии или автоматики. Но вот местные жители не дают нормально работать. Сетует француз. Те, в свою очередь, уверяют, все как раз наоборот. Именно иностранец мешает им спокойно жить. Он, по словам местных, забрал у пайщика в землю. Но сам ее не обрабатывает. Не дает это делать и другим. Здесь одна дерева. Вот это дерева. Я дойду. Это дерева. Это виноградник. Я кому можно морду ему набить, надо было сказать. До чего он допустил мою землю. Он вообще ничего не платит мне. Потому что я с ним никаких договоров не подключал. Ничего с ним не подписывал. Потихонечку начинаем копать. Начинаем полить. Будем полить, сжигать этот бурьян. Потому что надо, чтобы была чистая земля. Туда запускаем трактор. И начинаем вот сделывание этой земли. Причина конфликта в том, уверяют местные жители, что землю Лакарен арендовал через бывшего председателя совхоза. Кроме того, приобрел у него же виноградные кусты. И так получается, земля по паям и уже по газактам у людей, а кусты у Лакарена. Суды по 50 гектарам земли длятся уже несколько лет. У Кристофа Лакарена на эти участки свои планы. Там, где трактор уже прошелся, планирует два года выращивать тыкву. А после снова посадит виноград. Кроме того, француз уверяет, за аренду исправно платит. Примирить стороны попыталась местная полиция. Но результата пока нет. По факту распашки виноградников проводится проверка. Это не единственное обращение француза к правоохранителям. Было сообщение Кристофа Лакарена о том, что на его земельном участке происходит хищение его имущества, а именно виноградных столбиков. Выезжала следствие перезинктивной группы. По данному факту зарегистрировано криминальное уголовное производство. 2 декабря должно состояться очередное судебное заседание. За развитием событий будут следить Алия Замчинская, Виталий Прус, Думская ТВ. Подробнее о событиях на шапских виноградниках Алия Замчинская расскажет в своем авторском репортаже «Страсти по вину». Президент Петр Порошенко объявил конкурс на должность главы Одесской облгосадминистрации. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента Украины. Документы кандидатов будут приниматься до 15 декабря включительно. Напомню, в настоящее время обязанности главы области исполняет Соломия Бобровская. Однако чиновница пообещала уволиться, как только на это место будет назначен новый человек. Наша команда работает, и я собираю уважение так же с главами администрации, когда приходят другие ВО, а это возможно только по переводу другого главы администрации на посаду главы Одесской администрации, а по призначению за конкурсом нового губернатора. Россия угрожает Украине ракетным ударом. Об этом говорится в письме Министерства обороны России, которое адресовано военному атташе посольства Украины в Москве. Как сообщили в Минобороны, в письме отмечается, что если анонсированные ранее СНБО стрельбы состоятся, то российская сторона намеревается не только сбивать украинские ракеты, но и нанести ответный удар по пусковым установкам. На данное заявление российских военных отреагировал секретарь СНБО Александр Турчинов. Угрозы применить оружие против Украины – это попытки перевода в активную фазу гибридной войны, которую Россия ведет против нашей страны в течение последних трех лет. Также Турчинов отметил, что ракетные испытания отменять не будут. Напомню, Совет национальной безопасности и обороны Украины запланировал ракетные стрельбы на территории воздушного пространства Крыма. И в продолжении темы. В украинском Крыму наблюдается большое скопление российской военной техники. Об этом в социальных сетях написал российский блогер Илья Варламов. Танки, пушки и ракетные установки он сфотографировал в Симферополе. Кроме того, интернет-издание Керчи публиковало видео с большой колонной российской техники, которая не на шутку взволновала местных жителей. Весь день она простояла в центре Керчи, а под вечер выдвинулась в направлении выезда из города. 26 мобильных телефонов ищут владельцев. Гаджеты правоохранители изъяли у одного из жителей поселка Котовского. Обыск был проведен в рамках уголовного производства, начатого по статье 150 Уголовного кодекса Украины. Сотрудниками Суворовского отдела полиции в городе Одессе был проведен самимизменный обыск у одного из жителей района. В ходе проведения обыска было известно 26 мобильных телефонов. Просьба ко всем, кто опознал свое имущество, обращаться в Суворовский отдел полиции. Мост на трассе Одесса-Рени закроют на полгода. Причина – капитальный ремонт в районе Паланки. Он начнется 10 декабря этого года. Работы могут создать проблемы на трассе Болград-Одесса. Трафик перенаправят на другие автомобильные дороги. Движение на магистрале Одесса-Рени будет восстановлено после окончания ремонта моста в июне 2017 года. Скандальное открытие киевлянам представили фасад нового здания театра на Подоле. Его реконструкция вызвала большой резонанс. Архитектурное творение уже получило не одно прозвище, среди которых Черный театр, Гроб и даже Крематорий. Наши киевские корреспонденты провели опрос среди местных жителей и гостей столицы. Мне нравится. Прошло 50 лет, прежде чем Эйфелеву башню приняли. Это тоже надо время, чтобы приняли. Да мне вообще-то нравится. Я хочу, не так, чтобы прям могло здорово, но неплохо. Дома семейства Адамсов. Мне все подобается, подобается, как его тут разместили. Но хотелось бы как-то заменить совсем другие кольори. Когда я смотрел на это, это первая ассоциация, еще один срокафаг. Когда его накрыватимут, чтобы это очи не моляло и не бачило, и душу не отрило. В такой театр я не пойду никогда. Когда я видел фотографии в интернете, мне тоже не понравилось. Но вживую, сейчас у меня немножко другие эмоции уже, и немножко другие чувства вызывают. Мне нравится. Мне кажется, это вызов архитектора, который будет по-достойному оценен чуть позже. Я сегодня специально пришел смотреть на это чудо. По фотографии мне понравилось, но вживую я еще больше его чувствую. На самом деле, конечно, много критик. Крематорий, как его Чернобиль. Когда произведение искусства вызывает эмоции, неважно, негативный или позитивный, значит, есть месседж. Так что, за развитие Киева, за модернизацию Киева, за инновацией Киева. И это все новости на сегодня. Завтра информационный день начнется в 15.00. Ведущие Елена Еремеева и Никита Тарола в рамках студии будут обсуждать центральные темы Украины и региона. Хорошего вам вечера в компании Думской ТВ. С нами всегда интересно. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода.